Лемуры и капуцины, макаки и гиббоны. В торговом центре City Mall парад обезьян, причем в прямом и переносном смысле. Второй этаж оккупировали хвостатые создания. В соседнем зале не очень мохнатые, но не менее интересные постояльцы рептилий. Правда, туда мы попадем чуть позже. Знакомьтесь, это малыш. Самая маленькая в мире обезьянка, карликовая игрунка. Вес взрослых самцов достигает 120 граммов. Вот этот вот весит не более 70. Живет эта кроха в верховьях реки Амазонка. И, кстати, самое удивительное, что вот эти малыши – это хищники. Едят мясо, разоряют птичьи гнезда. Правда, не знаю, какие, наверное, калибри. Вот это вот лемур-варик. Сколько ему лет? Три года. Три года. Это, я так понимаю, молодой возраст, да, молодое животное? Молодое животное. Любит фрукты, виноград, любит персики. А еще считается, что лемуры – вороватые животные. И, видимо, это из-за того, что не хватает пищи на Мадагаскаре. Поэтому они друг у друга начинают воровать продукты. В неволе это качество сохраняется. А это трехлетняя красавица – гиббон Боня. Человекообразная обезьяна. Спит лежа, ест ложечки, пьет из бутылки. Правда, сейчас девушка взрослеет и не очень любит представителей мужского пола. С чем сегодня мы и столкнулись. Точнее, не мы, а наш оператор Валера. Да что такое? Основное отличие от зоопарка в том, что животные находятся очень близко. Их можно хорошо рассмотреть, а во время экскурсии даже погладить некоторых ручных обезьянок. Здесь у нас представлена коллекция рептилий. Вы познакомитесь здесь с черепахами, змеями, всевозможными ящерицами. Самые редкие представители на выставке – это крокодиловый варан. Это очень редкое животное. Это пятиметровый темный тигровый питон. Это кайвановая черепаха. Вот тигрового питона Глашу очень часто выпускают погулять, особенно на экскурсиях. Его очень любят гладить дети. И, кстати, говорят, что в Индии его даже держат в домах, как домашнее животное, которое храняет сон малышей. Правда, в это, конечно, сложно поверить. Так вот, вот эта Глаша весит 80 килограммов. Такая внушительная очень охранница. И, надо сказать, что очень флегматичная. А это крокодиловый варан Смайл. Свое прозвище получил за необычный окрас. Кто-то углядел на его спине смайлики и сердечки. Вообще, Смайл – жуткая обжора, и поэтому для того, чтобы он был постоянно в форме, его периодически выгуливают. Ходит он обычно в том же зале, где и стоит вольер, на радость зрителям. Делают это, как правило, во время экскурсии. А вот что нам доверить, так это покормить леопардового геккона. Вот какую-то штучку я ему даю. Ого! А вот так он его ест. Мне кажется, они сейчас подерутся. А вот кормить вот этих красавцев мы не стали. Мышек жалко. Ольга Маркова, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Ольга Маркова, Валерий Богословский. Продолжение следует...